Я когда-то понял, что в принципе это идет по фонетике И иногда получается, что я свою вторую фамилию поставлю как отчество Не знаю даже, как меня зовут, как меня называют, потому что все беспорядок Hola amigos! Добро пожаловать в Kiki Мексиканец И у нас сегодня есть очень интересное видео Мы, иностранцы, очень любим Россию Хотя бы я говорю про себя Но, тем не менее, бывают такие суперсложные темы Когда ты не русский и живешь в России Наверное, вы об этом даже не задумывались И хочу с вами поделиться Мой топ-5 самой сложной ситуации, которую иностранцы могут касаться, когда живем в России Первая проблема, или как говорили в предыдущем видео, наш главный геморроид Это отчество Как вы знаете, испаноговорящих стран у нас нет отчества И очень много стран нет отчества В том числе для испаноговорящих у нас обычно есть двойная фамилия Первая фамилия получается от отца И вторая фамилия получается от матери Поэтому, когда мне приходится что-то заполнять здесь, в России Очень часто в поле отчества это обязательно А я не знаю, что писать Потому что дефис не получится И иногда получается, что я свою вторую фамилию поставлю как отчество Но потом мое имя полностью меняется И это такой бардак, потому что у меня разные документы есть И вы знаете, я признаюсь, что это получается очень странно Потому что иногда мое имя начинается с моей фамилии, другие с моим отчеством И иногда я не знаю даже, как меня зовут, как меня называют Потому что все беспорядок И уже говорили о том, что у меня есть такие разные названия с разными документами Это транскрипция кирильца Это просто... Я не понимаю, ребята Я когда-то понял, что в принципе это идет по фонетике Другие дословно транскрипция Мне кажется, это настолько субъективно И очень много раз, уверен, что очень много иностранцев Я много раз Мне пришлось уточнение, что моя фамилия, как в другом видео сказал Что это Эрнандес, а на латинском пишет через Z Но по произношению как S, Эрнандес И получилось, что какие-то документы у меня через S, другие через Z Я отдаю мои документы, говорят Нет, это не совпадает, это как будто я разный человек Хотя они на латинском одинаковые, но на русском разные И это... Ребята Потом придется еще как-то идти с нотариусом И уточнить, что это просто другой перевод И вы знаете, это очень интересно, потому что один русский друг мне показывал свои банковские карты Кстати, это очень интересно, что он сумел показывать банковские карты мексиканца Все нормально, все в порядке И я заметил, как этот же человек Каждый банк пишет его имя на латинец по-другому Когда если кратко, некоторые через IS точка, другие через GUI Я думаю, вау, просто не понимаю, где логика Пишите в комментариях, если у вас была такая ситуация, где вам пришлось очень много делать Именно за то, что транскрипция была неправильная И раз мы говорим о официальных документах, это паспорт Ребята, у нас, иностранцы, обычно есть только один паспорт Очень круто, что в России есть загранпаспорт и внутренний паспорт Но у нас в загранпаспорте там есть виса, может быть, вызов в другие страны И в России без паспорта ты просто никто, даже на почту не можешь ходить И в банк вообще не принимают другие, кроме паспорт, когда ты иностранец И мы очень аккуратно с этим относится И с другой стороны, на улице могут тебе попросить показать паспорт И это, ребята, это вообще неудобно Потому что мы очень боимся потерять паспорт, потому что там есть наша виза И это не круто, не не круто И раз мы уже говорили о визе Получить русская виза, это очень дорого и неудобно, в принципе Стандартная виза стоит примерно от 150 долларов А если вы хотите экспресс, это может больше 200 долларов А российская виза, как туризм, дается только на один месяц, как максимум Обычно дает однократно, если хочет двукратно, это еще дороже И правда Ну, я знаю, что много странниц Латинской Америки могут приехать в Россию без визы Но для мексиканцев нет, Евросоюз тоже нет И правда, если вы увидите турист, который приехал с туристическим визом Обрадовайтесь, потому что этот человек на самом деле действительно хотел приехать в Россию И он кучу денег потратил, чтобы сюда добраться А вы знаете, когда я хочу пригласить свои родственники, друзья из Мексики сюда Нам как минимум нужно два месяца, чтобы запросить визу Отправить, получить, купить билеты Это правда сложно И последняя проблема, которой иностранцы страдают, когда они в России Это мы говорим о кинотеатре, о фильмах Когда мы любим смотреть что-то на оригинальном версии Найти фильмы в оригинальном версии в России мне показалось очень сложно Сейчас понятно, в интернете можно попроще Но иногда хочется в кинотеатр с попкорнами И я думал, почему не делать просто субтитры? У нас в Мексике очень обычно практически только детские фильмы Идет дубляж, а все остальные с субтитрами Я помню, как эта претензия сказала другая Мне сказалось, ты знаешь, мы идем в кино, чтобы посмотреть, а не чтобы читать Понимаю, но иногда хочется, не знаю, читать с субтитрами И услышать оригинальное аудио, это классно, не знаю Тоже я помню, что то, что меня очень сильно мозг вырубает Это когда смотрю на телевидении, что слышно оригинальное аудио И сверху на русском Поэтому мой мозг начинает лавировать Вот английский, русский, английский И получается, как будто я хочу сравнивать переводы Поэтому, если вы хотите на русском, пожалуйста, уберите звук на оригинальном И полностью на русском, потому что это сложно для меня, правда Так что пишите в комментариях, что было для вас самое интересное Если вы об этом задумывались, как может быть То же скажите мне, вы любите смотреть фильмы в оригинальном языке с субтитрами или без субтитрами? Или все-таки любите дубляж? Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поделитесь со своими друзьями Я буду очень рад, мне будет это очень приятно И ваша поддержка мне очень важна Берегите себя и увидимся совсем-совсем скоро До новых встреч! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok До новых встреч!